Центр создан для обеспечения беспрепятственной реализации прав человека и гражданина. О каком центре идет речь и для чего он был создан? Мы работаем по принципу сервисной организации, и основная наша ориентированность – это клиент-ориентированность. То есть, если человек пришел, мы должны принять меры, чтобы он, даже если не решили проблему, чтобы человек видел, что мы приняли все меры, чтобы решить ее. Для повышения эффективности работы с обращениями граждан, какие еще новшества вы планируете ввести? На эти и другие вопросы ответит руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев. Французский писатель, правовед и философ Монтеске говорил, законы должны иметь для всех одинаковый смысл. Является ли это в словесной формула актуальна и по сей день, спустя три века? Давайте узнаем в рамках программы «Занта Лемен». Сегодня о законах, обращениях и порядке их рассмотрений поговорим с руководителем аппарата прокуратуры Актюбинской области Даулембаевым Жасуланом Ронбасаровичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Жасулан Ронбасарович, чаще с какими вопросами, жалобами и проблемами обращаются прокуратуры региона? Ежеквартально мы проводим анализ обращений, какие к нам поступают, на что или на кого люди больше всего жалуются. На сегодняшний день на первом месте у нас это органы уголовного проследования, в частности органы внутренних дел, где люди жалуются на то, что они не знают о том, не знают, что происходит с их обращениями, где они обращались по уголовным правонарушениям. На втором месте у нас обращение на действия, бездействия судебных исполнителей. Они считают, что их права ущемлены в сфере земельных отношений, в сфере архитектуры и градосредства. У нас действует штаб по защите права предпринимателей, и если обращения идут от предпринимателей, основная их часть у нас рассматривается и разрешается штабом. Штаб у нас действует уже несколько лет. Сюда входит помимо прокуроров в палаты предпринимателей все уполномоченные государственные органы, которые вместе сообщают, решают конкретные проблемы предпринимателей. По закону в течение какого периода вы должны рассмотреть обращение и дать ответ? Ну, здесь нужно различать. То есть мы говорим, если о сообщении о преступлении, правонарушении, то здесь другой порядок. Уже идут сроки, предусмотренные уголовно-операционным законодательством. То есть люди жалуются, нам говорят. В целом сообщить о преступлении и правонарушении не представляет сложности. Вы знаете, да, можно 102 набрать. К вам приедут, будут спрашивать, что случилось, будут выяснять. Значит, закреплять, фиксировать, да, какие-то правонарушения. Проблемы возникают на следующем этапе. То есть уже они говорят об информационном вакууме. То есть не знают, что происходит с их обращением, какое решение по нему принято и так далее. То есть это, что касается уголовных правонарушений, административных. Это регулируется административным, либо уголовно-процессуальным рекомендацией. Если говорить по обращениям на действия государственных органов, другие, которые не связаны с правонарушением порядком, общий срок рассмотрения обращения 15 дней. То есть в течение 15 дней вам должны дать ответ на ваше обращение, где раскрыть суть, ответить на все ваши вопросы, которые вы поставили в обращение. Это общий порядок. И если для рассмотрения вашего обращения нужно проводить проверку, изучать материалы, истребовать дополнительные какие-то материалы, то этот срок может быть продлен до месяца. В органы прокуратуры Актюбинской области за первые три месяца 2017 года поступило 2655 обращений, тогда как за аналогичный период прошлого года 3205 обращений, что говорит о снижении количества обращений на 17,2%. Снижение числа поступивших обращений, соответственно, привело к снижению количества рассмотренных обращений с 2774 за первый квартал 2016 года до 2256 за такой же период 2017 года. В блок прокурора Актюбинской области за первый квартал 2017 года поступило 39 обращений, тогда как за аналогичный период 2016 года 47 заявлений, что говорит о снижении количества запросов на 17%. Что касается соблюдения государственными органами законодательства о рассмотрении обращений граждан, то за три месяца 2017 года проведено 15 проверок, по результатам которых было выявлено 167 нарушений, внесены 13 актов реагирования, дисциплинарной ответственности привлечено 14 человек, к административной ответственности одно должностное лицо. А какие нарушения со стороны государственных органов чаще всего фиксирует прокуратура? Раньше было нарушение сроков рассмотрения. Обращения они принимали и забывали про него, будем говорить. Когда подходили сроки, они начинали какие-то меры принимать, уже у них времени нету, и мы пришли к такому выводу, что основная цель у государственных служащих раньше было это лишь бы дать ответ. Там какой он удовлетворяет обратившегося. Может быть даже шаблонный ответ был, да? Да, какие-то были шаблоны, которые они подстраивали свои ответы и направляли. Кроме этого мы фиксируем нарушение о том, что нет открытости государственных органов до сих пор, хотя сейчас меры мы совместно с Акиматом отрабатываем, они тоже присутствуют во всех социальных сетях. Сейчас этот вопрос держит на контроле сам Акимобласти. Мы рекомендуем также открыть общественные приемные, где разместить не только сотрудников прокуратуры, а также представителей других государственных органов, чтобы люди могли, ну, чтобы недалеко могли выйти. И в своем микрорайоне мы говорим о том, что надо разместить в каждом из микрорайонов города, чтобы недалеко было прийти и озвучить свою проблему, чтобы эти проблемы потом не озвучивались где-то на кухнях и где-то, будем говорить, на базарах. Вообще вот в связи с чем такая открытость прокуратуры стала в последнее время? Сейчас у нас действует программа перемен органов прокуратуры. Я сказал об этом, потому что мы работаем по принципу сервисной организации, и основная наша ориентированность – это клиент-ориентированность. То есть если человек пришел, мы должны принять меры, чтобы он, даже если не решили проблему, чтобы человек видел, что мы приняли все меры, чтобы решить ее. В этом году, 26 апреля, на базе прокуратуры города Ак-Тубе распахнул свои двери Центр правовой защиты «Колдау», целью которого является повышение уровня доверия граждан правоохранительным и государственным органам. Центр создан для обеспечения беспрепятственной реализации прав человека и гражданина, а также юридических лиц в личном приеме, регистрации и рассмотрения обращений, оказания конструктивной помощи, а также эффективного распределения обращений граждан среди государственных органов. В Центре правовой защиты, кроме сотрудников органов прокуратуры, также задействованы сотрудники Департамента внутренних дел и Департамента юстиции. В последующем, в зависимости от характера поступающих обращений, будет реализована возможность задействования и других сотрудников, других государственных полномоченных органов. Теперь, если есть необходимость вмешательства в прокуратуре, можно просто позвонить по номеру телефона 220322 или прийти в любой будний день с 9 часов утра до 6 часов вечера в здание городской прокуратуры, которое расположено по адресу улица Утигена-Сеитова, 6. Сейчас посмотрели сюжет о Центре правовой помощи. Расскажите еще немного о нем. Этот центр мы оснастили всеми необходимыми базами, то есть те же представители Департамента внутренних дел имеют возможность на основании тех баз органов правовой статистики человеку объяснить, что происходит с его обращением, на какой стадии находится уголовное дело, административное дело и какое профессиональное решение принято. То есть если мы можем на месте помочь, объяснить человеку, мы можем на месте это сделать, если нет, то мы можем принять там обращение. На сегодняшний день снижение у нас идет обращений. По сравнению с прошлым годом, где-то существенное снижение, порядка 500 обращений у нас меньше стало. В конце прошлого года был создан еще и Институт общественных помощников. Можно более подробно о нем рассказать? С конца прошлого года у нас введен Институт общественных помощников прокурора области, которые закреплены по каждым из районов области. Мы подобрали людей, которые пользуются уважением, которым население, в том числе сельских округов, может обратиться для того, чтобы обратиться напрямую в прокурор области. В результате таких мер на сегодняшний день мы имеем снижение обращений. Кроме того, за каждым из крупных предприятий мы закрепили совместно с профессиональными союзами области наших сотрудников. Они встречаются с коллективами, с трудовыми коллективами, и на месте какие-то вопросы решают. То есть кто-то обращается по незнанию законов, кто-то хочет обжаловать, но не может прийти. И здесь мы говорим о том, что мы сами идем к тем лицам, которые не знают, либо не имеют возможности обратиться к нам, и даже при этом у нас на сегодняшний день не имеется снижение обращений. Кроме того, мы сейчас с Акиматом активов в области совместно отрабатываем. Во всех сельских округах разместили ящики приема для прокуроров. То есть в каждом сельском Акимате у нас такие ящики сегодняшний день размещены, и жители этих сельских округов имеют возможность обратиться в органы прокуратуры, минуя другие государственные органы. Для повышения эффективности работы с обращениями граждан, какие еще новшества вы планируете ввести? Нам главное, чтобы у человека была возможность обратиться в любой государственный орган. Тот же центр, который мы открыли, он называется Холдау. На сегодня там проводятся ремонтные работы уже. Мы его будем в дальнейшем развивать, и будет осуществляться работа по принципу цонов. То есть в одном месте будут приниматься все обращения. Кроме этого, мы сейчас переходим на сервисный подход, как бы это ни звучало. То есть клиент-ориентированность у нас будет основным мотивом. У себя что мы сделали? Вы проходили к нам, наверное, заметили, мы провели ремонтную работу на выходные. Контрольно-пропускной пункт мы расширили. Расширили. Раньше там было метр на метр. Главное, чтобы человек зашел. И основном сидели наши сотрудники, было все закрыто. Сейчас мы все стенки убрали. И первый, кто сейчас встречает, это будет у нас человек, который занимается выписыванием пропусков. То есть раньше встречал сотрудник полиции. Сразу спрашивал, и человек, приходя в прокуратуру, мог замкнуться. Уже забыть, для чего он приходил, что хотел обжаловать. Сейчас это мы меняем. Сотрудник полиции будет досматривать. Это у нас режимный объект, поэтому он будет досматривать. Но уже, если есть необходимость, пройти в основное здание наше. Основная часть мы по принципу фронт-офиса уже обучаем своих сотрудников. Там мы даже поставим оборудование для воды, кофе поставим. Для того, чтобы человек пришел и по максимуму был удовлетворен нашими услугами. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. До свидания. Напомню, сегодня в студии программы «За антэлемент» был руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Рунбасарович Даулинбаев. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете их задать на сайте Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, также на сайте прокуратуры Актюбинской области. У двух ведомств есть и свои странички в социальных сетях в Инстаграм, Фейсбук и ВКонтакте. У нас на этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова